Здравствуйте! Меня зовут Евгения Прохорова. Я являюсь ведущим мастером-преподавателем Центра обучения наращивания ресниц НЭЙШ. Все мои регалии вы можете посмотреть на нашем сайте. Сегодня я расскажу вам о стартовом наборе для наращивания ресниц, о том, какие материалы и инструменты вам необходимы для данной процедуры. Данное видео будет полезно для начинающих мастеров и для тех, кто только собирается изучить профессию «Мастер по наращиванию ресниц». Для того, чтобы вам было проще ориентироваться, я разделю процедуру на несколько этапов и расскажу, в каком этапе какие материалы и инструменты вам могут понадобиться. Условно разделим процедуру на три этапа. Первый этап – это изоляция нижних ресниц от верхних. Второй этап – подготовка натуральных ресниц к процедуре. И третий этап – это само наращивание. Для первого этапа, для изоляции нижних ресниц, мы в нашей студии используем гидрогелевые подложки. Подложки бывают разной формы. Чаще всего мы используем вторую форму. Она более универсальна и подходит практически для каждого клиента. 9 из 10. Гидрогелевые подложки продаются в вакуумной упаковке. После того, как вы вскрыли упаковку, необходимо хранить их в холодильнике. Если мы не будем хранить подложки в холодильнике, то они высохнут. Как первый тип, вот такой желтый, да, они высохли. Если подложка высохнет, то она будет плохо приклеиваться к коже. Следовательно, вы не сможете изолировать нижние ресницы. Для начинающего мастера, если вы пока тренируетесь, и у вас один или два клиента или модели в неделю, то вам подойдут подложки по одной паре. Если у вас уже есть небольшой поток клиентов, то вам подойдут подложки по 10 пар. Иногда бывают ситуации, когда вы изолировали нижние ресницы и несколько штук выбилось. Или, например, во внутреннем или внешнем краю вы не можете подобраться к маленьким ресничкам. Тогда вам поможет бумажный скотч. Можно будет приподнять веко, или если выбились ресницы из подложки, просто добавить туда кусочек скотча. Я рекомендую именно бумажный скотч, потому что он белый, он не просвечивает, и он очень легко отходит от кожи. Он лучше, чем скотч, который пластиковый. Потому что пластиковый скотч, он жесткий, больнее отходит от кожи, и еще он полупрозрачный. Поэтому я вам рекомендую именно бумажный скотч. Итак, на первом этапе нам понадобятся подложки и, при необходимости, бумажный скотч. На втором этапе нам необходимо подготовить натуральные ресницы к процедуре. Для этого нам нужно их обезжирить, чтобы обеспечить хорошую сцепку между натуральной и искусственной ресницей. Для этого нам понадобится обезжириватель. Обезжириватель на натуральные ресницы мы наносим микробрашиком. Одного микробрашика достаточно для того, чтобы обезжирить оба глаза. После второго этапа. После того, как мы изолировали нижние ресницы, подготовили верхние ресницы к процедуре, мы поступаем к третьему этапу. Для третьего этапа нам понадобится планшет для ресниц, стикер для клея, клей для наращивания ресниц, искусственные ресницы, инструменты и щеточка. Теперь обо всем поподробнее. Итак, первое. Это планшет. На планшет из палетки мы будем переносить искусственные ресницы. То есть вот эти вот все ленточки по размеру вы переносите на планшет. Здесь идет размер 6, 7, 8 мм и так далее. То есть это ваша рабочая зона. Также мы сюда будем приклеивать стикер, стикер для клея. На этот стикер вы будете делать капельку клея для того, чтобы работать. И у вас здесь будет и клей под рукой, и весь размерный ряд, который вам нужен для работы. Теперь самое важное. Это инструменты, искусственные ресницы и клей. Начнем с пинцетов. Для наращивания ресниц мы используем два пинцета. Прямой и изогнутый. Прямым пинцетом, мы его держим в левой руке, мы будем разделять натуральные ресницы. В правой руке у нас изогнутый пинцет. Им мы будем брать искусственные ресницы. Но также он еще является и нашим помощником. Когда мы ищем натуральную ресницу, правый пинцет может нам помочь. Пинцеты это продолжение ваших рук. Прямые пинцеты, они практически все одинаковые формы. Они отличаются длиной и толщиной. А вот изогнутые пинцеты имеют несколько разных форм. Как для начинающего мастера, вы можете использовать любую форму. Почему? Потому что поначалу вы работаете именно с классическим наращиванием. То есть вы берете одну ресницу, а не несколько. Несколько это уже объемная наращивание, это следующий этап. Поэтому если вы работаете только с одной ресницей, вам подойдет практически любая форма. Вот эта вот форма первая. Это такая классическая форма. Поэтому чтобы сильно не размышлять, что же вам выбрать из всех этих пинцетов, вы можете начать именно с нее. Следующее это клей. Клей для наращивания ресниц. Клей это очень обширная тема, и на нее мы снимем отдельное видео. Но пару слов я скажу. Чем отличается клей? Скоростью, с цепкой. Цепка медленная, средняя и быстрая. На наших занятиях по наращиванию ресниц мы учим работать сразу с быстрым клеем. Потому что мой метод позволяет новичку сразу работать на быстром клее. Но для себя вы можете попробовать клей с меньшей скоростью. Клей делают в разных объемах 3, 5 и 10 миллилитров. Для того, чтобы попробовать, вы можете взять 3 миллилитра. Производитель рекомендует хранить клей в холодильнике. Ни в коем случае не оставляем его на солнце. Я рекомендую делать капельку клея в радиусе полсантиметра, это 5 миллиметров. А также протирать носик после того, как сделали капельку. Делали капельку. Протираем салфеточкой носик. Закрываем крышку. И желательно, чтобы клей оставался в вертикальном положении. После того, как капелька выдохлась, я рекомендую убрать капельку, сделать новую. Чтобы у вас не копилось много капель и вы не дышали всеми этими испарениями. Итак, ресницы. Ассортимент ресниц очень большой. Это разные толщины, разные длины, разные изгибы, разные цвета и структуры искусственных ресниц. Для начала, чтобы вам во всем этом не потеряться, вам нужно взять самые ходовые ресницы. В Москве самые ходовые ресницы, это натуральный завиток, изгиб B. По толщине ресницы 0,10, 0,12 и 0,15 поярче. Если у вас есть возможность, вы можете иметь все три толщины. Поначалу вы можете покупать не отдельные длины, а именно миксы. Что такое микс? Микс это изгиб B, толщина 0,15 и здесь сразу все длины от 6 до 12 мм. Для начала это очень удобно. В последующие разы вам я рекомендую покупать длины отдельно. Это будет более экономично. Если у вас нет возможности иметь сразу все три толщины, возьмите самую универсальную толщину 0,12. Она подойдет практически для каждого клиента. После того, как у вас появится поток клиентов, вы можете расширять свой ассортимент разными изгибами, толщинами и цветами ресниц. Для того, чтобы лучше удовлетворить потребности клиентов. Итак, я рассказала вам о основных материалах, которые необходимы для проведения процедуры наращивания ресниц. Но есть еще вспомогательные материалы, с которыми я вас сейчас познакомлю. Итак, на втором этапе, когда мы обезжиривали натуральные ресницы, нам может помочь праймер для улучшения сцепки натуральной ресницы с искусственной, чтобы сцепка была еще быстрее. Есть также препарат, который называется активатор клея. Когда вы наращиваете искусственную ресницу на натуральную, клей затвердевает, активатор ускоряет этот процесс и клиенту попадает меньше всего испарений. Активатор клея поможет как начинающему мастеру, так и мастеру с опытом. Еще один вспомогательный препарат – это нейтрализатор испарения клея. Уже из названия понятно, что он нейтрализует испарение клея. Он защищает мастера и клиента от появления аллергических реакций. Материалов и препаратов для наращивания ресниц очень много. Мы с вами обсудили самые основные. И помимо материала для наращивания ресниц, у мастера должны быть материалы для снятия искусственных ресниц. Для снятия искусственных ресниц мастеру необходимо иметь ремовер. Ремовер бывает трех видов. Жидкий и гелевый находятся вот в таких тюбиках. И кремовый ремовер находится вот в такой баночке. Кремообразный. Жидкий ремовер в основном используется для точечного снятия, для коррекции ресниц. Гелевый и кремовый для полного снятия искусственных ресниц. Как для начинающего мастера я рекомендую использовать именно кремовый ремовер. Он более щадящий, он не затекает в глаза и не щипит кожу. При этом он быстро действует. На нашем канале вы можете посмотреть отдельное видео по снятию искусственных ресниц. Теперь вы знаете, что вам нужно для того, чтобы собрать свой стартовый набор. Что вам нужно для того, чтобы провести процедуру наращивания ресниц.